Большинство из вас так или иначе сталкивались с таким синдромом, который называется ипохондрия. Это тогда, когда человек в определенный период времени начинает вдруг искать в себе всевозможные заболевания. Он находится в состоянии повышенной тревожности, и он начинает прислушиваться к своему организму. А может это, а может то, а может пятое, а может десятое. И огромное количество подобных сомнений. И самое страшное в этой ситуации в том, что эти сомнения не заканчиваются. И второе самое страшное то, что люди пытаются найти лекарства от, например, агорафобии. Люди пытаются найти лекарства от кардиофобии. У кого-то всё время страх экстрасистола. У них пелена упала, всё, экстрасистола, экстрасистола. У них мантра экстрасистола. Они ищут всё про экстрасистолы. Потом три месяца проходит, они говорят, ладно, всё, экстрасистола, понятно, у меня ком в горле. У меня ком в горле. И начинается всё это крутиться, 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 крутиться. А потом начинается по кругу. И многие здесь присутствующих никак не могли понять, не могут понять, почему возникает подобная странная штука, учитывая, что раньше у вас не было такой проблематики. Раньше не боялась принимать лекарства. Вдруг стала бояться принимать лекарства. Раньше не боялась каких-то таких сомнений, в голову не лезла. А сейчас лезут сомнения. Откуда это с точки зрения физиологии и откуда это с точки зрения головного мозга, я сегодня сейчас вам быстренько расскажу. И мы с вами пойдём дальше по прожектору, по прочим-прочим техническим процедурам. Окей? И, конечно же, поговорим о счёте назад, потому что мы сегодня будем продолжать эту тему. Естественно, не нужно ждать, что у вас вдруг начнёт всё получаться, потому что это вопрос силы воли, это вопрос концентрации, это вопрос повторения. Здесь наверняка есть люди, которые чуть-чуть попробовали у них мысли, как мы натренировались, доска чуть туда-сюда, они говорят, ой, у меня не получается, у меня не получается, у меня не получается. Ну, горе, блядь, побеждённым тогда. Если вы сразу опускаете руки, если вы сразу ноете, если у вас сразу сопли потекли, у вас не получается, у меня не получилось. Сука, пробуй. Каждый день, пробы, и утром, и днём, и вечером, максимально концентрируясь на этой истории, а не ночью, иди, у меня не получилось, я вот думаю. Оно думается само, не думается само, это ты думаешь. И здесь я буду призывать тебя максимальной ответственности, безответственные твари. Максимальная ответственность, потому что сегодня вы поймёте, что на самом деле происходит, касающиеся вот этой доминанты, из-за которой возникают у вас эмоции и чувства. Мы поговорим о том, что такое природосообразные чувства и эмоции, и о том, что такое человеческие, хомо-сапианские чувства и эмоции, из-за которых как раз-таки невротические расстройства происходят. И я хочу, чтобы вы поняли, что без такого слова, как ответственность, здесь делать нечего. Если вы пришли сюда поныть, что у вас такая вся несчастная жизнь, что вы пару раз что-то попробовали, у вас не получилось, нахуй вы сюда припёрлись. Идите, ноете на лавочку, в свой совхоз. Здесь этим заниматься не нужно. Здесь мы пробуем, учимся, пробуем, продолжаем, пробуем, действуем, идём вперёд, исправляем ошибки, поспотакаемся, идём дальше и добиваемся результатов. Всё. Ныть здесь не нужно. И рассказывать о том, что у меня не попробовал, у меня мысль скачет. Заебись. А чё я не скачать-то? Скачет, у всех скачет, у меня скачет, у тебя скачет. Будем управлять этим. Но прежде чем мы к этой теме перейдём, хочу, чтобы вы послушали такую тему, которую я скоро в Ютубе буду рассказывать. Но сначала хочу, чтобы вы её первые услышали. Я её на Ютубе никогда не рассказывал в такой ипостаси. Я хочу, чтобы вы быстро послушали про ипохондрию. Концептуально многие знают это. Техника называется атомный реактор. Значит, прежде всего я хочу, чтобы вы поняли, что если вы здесь находитесь по вопросу тревожного расстройства, по вопросу тревожного расстройства, то вы должны записать сейчас, что у любого невротического тревожного расстройства, неважно с какой синдроматикой, фобической, обсессивно-психостенической, вегетативно-физиологической, это вообще не имеет значения, вообще никакого. И пытаться думать, что если у вас чешется левая пятка, у вас какой-то особый невроз, абсолютная тупость. Невротические расстройства имеют одну природу. Эмоциональную природу. А то, как они проявляются, являются лишь отголосками некоторых нюансов, которые не так уж и важны, если вы поймёте структуру. Ну, например, пистолетов в мире великое множество. Но механизм, как работает пистолет, он одинаков. Есть гильза, есть пуля, есть капсуль, есть порох, есть баёк, есть курок. Всё. Курок нажимается, баёк бьёт по капсулю, капсуль даёт искру, всё это зажигается, создаётся давление, пуля вылетает. Всё. Как устроен этот револьвер? Через жопу, блядь, под выпердвитом, выпердвитом, вот такое дуло, такое дуло, карабин, не карабин, значит, это, значит, такие гильзы, вот такой магазин, такой магазин. Смысл не меняется, даже, сука, если это автомат. Это всё равно патрон, это всё равно капсуль, это всё равно баёк, это всё равно внутренний взрыв, это всё равно давление, это всё пуля полетела. Какая пуля со смещённым центром тяжести, разрывная, скошенная, круглая, такого диаметра или такого не имеет никакого отношения, даже, сука, если это картечь. Смысл один. Все это поняли? Поэтому обсуждать, как у вас это устроено, картечь, это мелкая дробь, крупная дробь, такого диаметра или такого диаметра смысла нет вообще никакого. Есть смысл обсуждать только механизм, как это работает. Потому что, устранив этот механизм, устранится сам процесс. Все это понимают, а ли не очень. А большинство людей считают, что от какого-то вегетативного или от какого-то эмоционального акцента зависит какой-то особый акцент в терапии. Вот если у вас вот так, то терапия у вас должна быть с припязью. Если у вас вот так, то терапия с подвыпердветертом. Если у меня вот так, то какая-то терапия с фиолетовым освещением во влагалище. Понимаете? Нет. Абсолютно все одинаково. Вот с точки зрения системы, которая создает эту проблему. Надеюсь, все это понимают. Потому что, если вы будете бродить по интернету со словами «А у меня вот так!» «А у меня вот так!» «А у меня вот так!» Вы просто потратите время. Чем вы торжественно занимаетесь. Окей? Супер. Пишем. Принцип атомного реактора. Принцип атомного реактора. Я хочу, чтобы вы сейчас очень внимательно и глубоко меня поняли. И вы разберетесь. Если захотите. Невротические расстройства в человеческой природе имеют два основных пласта или две основные конфигурации. Первый пласт это основной, который называется основной невротический механизм. Это то, что я называю курком. это то, что я называю бойком, капсулем, процессом. Это основной механизм. И есть, пишем, первое, это основной механизм. Основной механизм, которым мы здесь с вами и должны заниматься и будем, и уже занимаемся. И есть второй дополнительный или, хотите, вторичный или сопутствующий механизм, который называется создание эмоций от первичного процесса. Создание эмоций от первичного процесса. То есть, первый это основной и второй это создание эмоций от первичного процесса. Вот это надо понимать. Все пациенты с невротическими расстройствами приходят на прием к психологу, психотерапевту с первым или вторым. Как вам кажется? Панические атаки, страх за здоровье, вегетативная регуляция, страх о том, что от вегетатики человек умрет, ком в горле, экстрасистолы, диарея, ощущение нехватки воздуха, головокружение, шаткость, вялко, вялость, общая тревожность. Конечно же, они приходят со вторым. Безусловно. Аллилуйя. Почему? Пишем. Что такое второе? Это трактовка своего состояния как угрожающее, непреодолимое и никогда не заканчивающееся. Трактовка своего состояния. То есть, человек приходит на прием и большинство проблем, то есть, если взять пропорцию ярко выраженности, то в большинстве случаев люди жалуются именно на вторую компоненту. Именно на яркую тревогу по поводу того, как проявляется основная проблема. Но основную проблему они не осознают. И в итоге получается, что не осознавая основную проблему, которая не так ярко на самом деле их будоражит, это как, знаете, как угли, которые где-то там тлеют и дают тепло и дым. А человек кашляет. Он говорит, сука, я кашляю, помогите мне не кашлять. И вместо того, чтобы устранять основной источник, который создает дым, человек пытается покупать разные марливые повязки, проветривать комнату, устраивать какие-то вентиляционные шахты, читать о том, как построить хорошую вентиляцию, о том, как дорого лучше вентиляцию сделать и с каким подвыпердветом. Но на самом деле это все коту под хвост, потому что дым будет подниматься до тех пор, пока тлеют угли где-то там внизу. Вот примерно так выглядят неврозы. То есть второй пласт это то, что вы считаете опасным, угрожающим, никогда не заканчивающимся и непреодолимым состоянием. Вам кажется, что вы сходите с ума, вам кажется, что вы умираете, вам субъективно надоели эти ощущения и большинство ваших жалоб с надрывом из-за этого состояния. Ведь так вы говорите, я устала тревожиться за сердце, я устала от вегетативного напряжения, я устала от постоянных сомнений, я паникую от того, что считаю это угрожающим, мне это мешает. Происходит зацикливание второго на первое и вот здесь возникает само по себе расстройство. Слушайте внимательно. Когда у человека возникает первичная проблема, это называется общим, в принципе, человеческим состоянием, который свойственно все, вы сегодня это поймете. То есть, первый пункт, основной, свойственный всем людям, потому что мы, в принципе, с вами родились и воспитывались в единой примерно системе координат. Нету человека без первого основного пункта. Поясняю. Говоря языком Аарона Бека, там Альберта Эллиса, основателей когнитинопоединической психотерапии, нету людей без каких-то убеждений, нету людей без каких-то схем мышления, потому что выйдите сейчас на любую улицу вашего города, опросите 10 человек, вы у каждого найдете должествование, вы у каждого найдете катастрофизацию, вы у каждого найдете черно-белое мышление, вы у каждого найдете какие-то жесткие убеждения, согласны? Вы у каждого найдете какие-то странные заебы в голове, которые совершенно нерациональны, совершенно нерациональное мышление, совершенно иррациональное поведение, но вы у него не увидите невротического расстройства. Почему? Почему? Потому что проблема не в рациональном мышлении, проблема не в должествовании, проблема не в глубинных убеждениях. Они есть у всех, но абсолютно у всех. И я хочу, чтобы вы поняли, что нельзя думать, что устранив какое-то неправильное мышление, какое-то глубинное убеждение, которое надо найти, вы вылечите всю какую-то конструкцию. Это фейк. Это философия просто когнитивного подхода, что есть такая структура мышления. Промежуточные, глубинные, ситуации, мысли, рациональные, не очень. Это просто схема когнитивных процессов. Но это не проблема невротического расстройства. Плюсик поставьте, кто меня понял. Это не про невротическое расстройство. Это просто схема мышления Аарона Бека и схема мышления Альберта Эйлиса о том, что человек интерпретирует мир и события по такой системе координат. Но это не предполагает, что у человека от этого возникают конкретные невротические расстройства. Мы можем это доказать. Потому что, опять же, огромное количество людей с очень сложными убеждениями, с очень глубинными и рациональными, но он не жалуется ни на ком в горле, ни на вегетатику, ни на панические атаки, ни на ОСИД, ни на ОКР, ни на что другое. Это всем понятно? Поэтому, если вам задрачивают голову, что надо найти какие-то глубинные убеждения, проработать самые глубинные убеждения, это полная чушь. Да, вы можете исследовать свои убеждения сколько угодно. Да, вы можете также исследовать с точки зрения психоанализа свое детство какие-то аспекты сколько угодно. Это дает интересный эффект, это дает более глубокое познание себя, это дает более широкое понимание того, как вы привыкли понимать мир и события. Но это не полная картина невротических расстройств. Это первое, что я хотел вам сегодня сказать, чтобы передали всем, кто ищет в себе какие-то глубинные проблемы. Нужно смотреть на невроз комплексно. Ровно так же я могу сказать, что я 11-летний практик. Есть люди, которые идеально знают СМЭР, идеально знают свои убеждения, идеально их проработали, искорчевали, они занимались лучшими когнитивными терапевтами России, преподавателями когнитивной терапии, выкорчевывали годами все убеждения, писали вот такие тетради диспута, их проверяли, все заебись, но тревога не заканчивается. Значит, что-то здесь не так. И я хочу вам это рассказать. Идем с вами дальше. Надеюсь, что все меня поняли, никто сильно не обидится и мои коллеги не будут меня так жестко и долго критиковать по этому поводу, хотя я думаю, что будут. Идем с вами дальше. Это всем понятно, что невроз это вопрос немножко более широкий. Второе пишем. Значит, первое, запоминаете, есть у всех, это какая-то основная история. Второе, из чего начинается терапия? Пишем. Терапия начинается с рационального понимания того, что с вами, блядь, сука, все хорошо. Что экстрасистолы, что паника. Вот с этого рационального, это то, что было, помните, на базовом курсе. Это то, что есть в Ютьюбе. Это то, что продают многие мои коллеги по Ютьюбу. Это рациональное объяснение людям, что так, как работает вегетатика, что это не опасно. Это с этого начинается, и это важно, потому что человек должен понимать, как это все работает. Поэтому, прежде всего, если вы хотите устранить свое тревожное расстройство, не перепрыгивайте со второго на первое. Вы должны четко отработать. Если у вас есть привычка себя пугать с точки зрения панических атак, долбите эту привычку до конца. Если у вас есть привычка избегать каких-то мест, долбите это до конца. Потому что, если вы обложитесь какими-то туда не пойду, туда не пойду, там тонометром одену, там, значит, феназепан в жопу суну, там еще что-то, там еще что-то, но посижу на курсе Красикова, может, мне какую-то он скажет секрет, вы просто себя обманываете. Поэтому те, ребята, у кого есть тревога, второй пункт смотрим, да, тревога по поводу собственного здоровья. Где есть полное недоверие своему организму, надо выполнять базовые упражнения. Где вы выписываете объекты страха, вы с ними ежедневно контактируете, вы не убегаете, вы раскрываете руки, говорите, давай, погнали. То же самое касается несопротивления мыслям. Мы улыбаемся, говорим, давай сколько угодно, я покажу тебе новым поведением, что за этим ничего не стоит. Я боялась пойти, я пойду, я покажу, что за этим стоит. Просто привычка, привычка условная себя пугать. Стимул, реакция, подкрепление. Стимул метро, реакция, страх, подкрепление. Убежала или скукожилась. То есть, пришла в метро, не кукошься, блядь, сука, встань и скажешь, давай, ебашь меня, блядь. И встала 30 минут, так стоишь. Как Иисус, блядь, на кресте. Все, давай, блядь, я умирать сюда пришла, давай, блядь. Все. Если так сделаешь несколько раз, ты уже в метро пойдешь с юмором, потому что у тебя будет новый рефлекс. Это надо просто тупо сделать и повторить. Если вы на это не способны, сори, вам терапия не поможет. Идите, блядь, в больницу, ложитесь. Это очень несложно. Просто это надо делать регулярно. Регулярно. Да, первое время будут какие-то рефлексы со словами стимул, реакция, стимул, страх, стимул, страх. Подкрепление делать нельзя, тогда этого страха не будет. Мозг скажет, а что бояться, я тут, блядь, уже неделю стою, все хорошо. Вы должны искренне расслабиться, сказать, давай посмотрим, что будет за этим порогом. Что будет за этим порогом вегетатики. Что будет за этим порогом, если я мысли отпущу. Что будет за этим порогом, если я просто сяду, расслаблюсь, скажу, давай, обосремся сейчас. Прям здесь Что будет за этим порогом А нихера не будет за ним Будет просто то, что вам будет нормально Вы должны увидеть, что за этим порогом Ничего не будет И вот когда вы это повторите Ваш мозг скажет О, оказывается-то в черной комнате Не было той самой собаки Которая как дура, блядь Три года обходила стороной Чего-то я себя странно как-то вела Все, вот тогда Будет проблема Если это реальная травматическая ситуация Связана с каким-то событием В каком-то конкретном месте Это тоже экспозиционный тренинг Точно так же он работает Только немножечко с другой поддержкой Но смысл тот же Это тот же условный рефлекс Пишем дальше Принцип Атомного реактора Рисуем Атомный реактор Значит, если вам интересно Атомный реактор по-простому Вот прям по-простому Можно условно изобразить таким образом Что есть некоторая реакция В реакторе Который выделяет огромное количество тепла Это огромное количество тепла Это стержни реактора Нагревает, ну, предположим, воду Вода испаряется Подается на определенный агрегат Агрегат крутится Вырабатывается электрический ток То есть, что происходит Реактор вырабатывает Огромное количество энергии Поняли это? Плюсик ставим Основной реактор Вырабатывает энергию Это понятно? Из чего он состоит? Он состоит из двух элементов Это Ваша Одна часть И Ваша Вторая часть Мы сейчас не будем говорить про изотопы Мы будем говорить про психику Ваша Первая часть И ваша вторая часть Пишем Первая часть вашего реактора Это вы настоящий Это то, как вы хотите Это то, как Действительно вы бы хотели Это ваши Желания Это ваши Подавленные чувства Это ваши Искренние чувства О которых мы сегодня будем говорить Это вы настоящий Это ваш внутренний, если хотите, ребенок Это те чувства, которые вы испытываете Вы испытываете гнев Например Вы испытываете обиду Например Вы испытываете страх Например Или вы хотите секса Или вы хотите сказать нет Или вы хотите еще что-то Это вы настоящий Это первая часть Химической реакции А есть вторая часть Это то, как вас научили Это подавлять Плакать это плохо Говорить так плохо Хотеть этого плохо Делать это плохо Деньги это плохо И так далее и тому подобное И вот когда соединяются Первое и второе Образуется химическая реакция Экзотермическая С выделением огромного количества тепла или напряжения Давление на стенке Начинает увеличиваться Давление растет И создается определенное давление Которое должно куда-то сброситься Мы называем это конверсией И вот когда давление Становится слишком высокое Мозг обязан Куда-то это конверсировать Потому что если он это не конверсирует Произойдет плохо для головного мозга И тогда возникают психосоматические заболевания Поэтому психосоматики У невротиков не бывает Потому что когда у них Сталкиваются определенные Внутренние Чувства Которые они подавляют Обстоятельства Которые Где они их не решают Когда это давление Переваливает за определенную Атмосферу Они естественным образом Выходят в виде Невротических реакций И одна из невротических реакций Это состояние Внутренней тревоги И эта энергия Должна куда-то выйти Вот почему Вы начинаете бояться Каких-то странных Нелепых вещей Это способ Выхода энергии Вы начинаете бояться То, блядь, за это Сука То за это То за яйцо, блядь То за легкое То за онкологию, блядь То за дыхание То за родинку То за еще что-то И потом все это, сука По кругу крутится Не потому что это Объективная проблема С организмом А потому что Так выходит Внутренняя тревога Которая здесь Дается в синтезе Этих двух элементов Между вами настоящим И тем, как вы подавляете Эти процессы Поэтому, если вы хотели Получить ответ От меня Почему у вас Такое многочисленное Количество Ипохондрических жалоб Я хочу, чтобы вы Раз и навсегда Поняли Это последствия Того, что есть Базовое Очень сильное Внутреннее напряжение Которое Вами же Создается Где ступает В реакцию Ваше внутреннее Чувство Желание Ваше внутреннее Стремление Потребности С Вашей внутренней Цензурой Выражать Чувство Плохо Проявлять Чувство Плохо Говорить Так плохо А что Подумают А что Скажут А что Будет Если Не получится А как Я буду И вот Об этом Мы будем Говорить Поэтому Когда Ко мне Приходят Клиенты Начинают Жаловаться На эту Палитру Ипохондрических Сомнений Я прекрасно Понимаю Что с этим Работать Бесполезно Нужно Устранять Основную Причину Которая Вызывает Общее Внутреннее Напряжение И я Надеюсь Что все Сейчас Это Поняли Потому Что До тех Пор Пока Это Напряжение Не Будет Заглушено Пока Между Двумя Элементами Не Будет Построена Перемычка Чтоб Они Не Вступали В Реакцию И Эта Проблема Не Закончится Пишем Третье Ни Первый Элемент Ни Второй Устранить На 100% Нельзя Невозможно Заглушить Этот Реактор Он Не Глушится Нет Задачи Его Заглушить Есть Задача Сделать Так Чтоб Он Был Минимальным Чтобы Реакции Были Минимальны И Если Давление Будет Подниматься Минимальное Оно Будет Вы Будете Испытывать И Гнев И Страх И Радость И Чувство Обиды Иногда И Разочарование И Сожаление Это Нормально Но Они Не Будут Ступать В Противоречие С Какими-то Вашими Внутренними Убеждениями О том Что Это Плохо Выражать Чувства Нельзя Вы будете Их Выражать Они Не Будут Здесь Задерживаться И И И Вот Этому Мы Должны С Вами Научиться Потому Что Невроз Это Ничто Иное Как Долгое Системное Подавление Собственных Чувств Начиная С детства Где Вы Не Можете Эти Чувства Выражать Где Они У вас Выражаются Через Жопу Понимаете Либо Поведением Либо Какими-то Странными Действиями Либо Какими-то Странными Физиологическими Явлениями Либо Еще Чем-либо Но Никак Не Естественным Утилизационным Путем Вы Не Можете Сказать Я Злюсь На Тебя Сейчас Потому Что Вы Начинаете Пыхтеть Ходить Что-то Это А потом У вас Панические Атаки Начинаются На Работе Потому Что Где-то Когда-то В детстве Вам Сказали Что Злиться Это Плохо Что Говорить Так Это Плохо Выражать Чувства Это Плохо Это Делать Плохо И так Принимать Решение Плохо Вы Это Все Давите Запихиваете Все В себя Не Знаете Как С Этим Обойтись Не Можете Понять Что За Чувства Вы И И Начинается Полное Мракобесие И Это Это Касается ОКР Особенно Все Конверсии Обсессии И Компульсии Это Показатель Огромного Напряжения Между Тем Что Вы Хотите И Между Тем Что Вы На самом Деле Не Можете Себе Позволить Понимаете То ОКР Это Люди Которые Хотят Быть Настоящими Более Спокойными Более Сексуальными Более Решительными Более Свободными И гибкими Но они Не могут Потому что Это Ай-яй-яй А вдруг Чо Случится Вдруг Чо Кто-то Скажет А вдруг Не Получится А вдруг Осудят А вдруг Вы будете Плохой Перед Мамой А вдруг Вы будете Плохой Перед Папой Так Хорошие Мальчики Себя Не Ведут Так Хорошие Девочки Не Говорят Девочки Хорошие Так Не Писают Этим Человеком И тем Что он Не может Себе Позволить Идем С вами Дальше Поэтому Сегодня Я хотел Дополнительно Вам об этом Сказать Хоть это И не входило В сегодняшнюю Программу Но тем Не менее Я хочу Чтобы вы Поняли Что если Вы будете По-прежнему Пытаться Справляться С какими-то Симптомами С какими-то Непонятными Состояниями Я хочу Чтобы вы Поняли Там Нет Проблемы Исследовать Надо Пишем Свои Чувства Не к Экстра Систолу Не к Вегетатике А чувства Которыми Вы переполнены По отношению К вашим Обстоятельствам Жизни И миру Исследовать Чувства Которые Вы не можете Либо осознать Либо Которые Вы не можете Выразить Либо Ситуации Которые Вам кажутся Безнадежными Есть Экстенциальные Чувства Есть Чувства Здоровые Есть Чувства Невротические И вот Об этом И о том Как этим Управлять Мы сегодня С вами Поговорим И я хочу Чтобы вы Это Поняли Поэтому Ипохондрия Если у Кого-то Началась Если Если у Кого-то Она Случилась Надо Четко Для Себя Понять Значит Я Явно Чего-то Не понимаю Внутри Своих Чувств Я Явно Где-то Либо Себе Противоречу Либо Боюсь Чего-то Делать Либо Боюсь Чего-то Говорить Либо Держу В себе Какой-то Гнев Либо Держу В себе Какую-то Обиду Либо Держу В себе Какую-то Стыд И Вину И Все Это Внутри Закипает И Естественно Начинает Выходить Вот В эти Странные Сливы Напряжения Которые Имеют Косвенную Природу Во-первых Снять Напряжение Отсюда А во-вторых Увести Вас Немножечко В другую Сторону Чтобы об этом Меньше Думать Это И есть Смена Доминанта То есть Поскольку Здесь Много Напряжения Лучше Вас Потому что Ничто Так Не Меняет Доминанта Для Человека Как Страх За Здоровье Понятно Всем Пишем Ничто Так Не Меняет Доминанту С основной Проблемы Как Страх За Здоровье Поэтому Все Ипохондрики У них У всех Здесь Смерть Либо Шизофрения Либо Смерть Либо Еще Что Потому Что Это Прекрасно Меняет Доминанту С основного Напряжения На Какие-то Другие И у них Полная Уверенность Что Все Poor У них Полная Уверенность Что Они Чувствуют Причувствуют Проблему Хотя На самом Деле Сердце Чувствовать Невозможно Сосуды Чувствовать Невозможно Причувствовать Ничего Невозможно Чувствовать Болезнь Невозможно Но Ипохондрик Верит Что Он Чувствует Он Буквально Знает Это И Есть Доминантные Защитные Механизмы Которые С сделаны нашей природой, я подчеркиваю, когда у нас возникает такая заеба, чтобы уйти в сторону. Ну, проще говоря, вы не можете выражать свои чувства по отношению к партнеру и то, что у вас происходит. Вы не можете выражать свои чувства по отношению к матери. Вы не можете сказать, мама, ты заебала меня. Вам стыдно, вам страшно, вы не умеете. Вы пытаетесь как-то это утилизировать, но вы этого не делаете. Вы терпите, вы как-то это все давите в себе. И прочее, мы сегодня будем исследовать варианты. И вместо того, чтобы справиться с какими-то чувствами, вот здесь начинается другая какая-то беготня по врачам. Нету там ответов ни в колоноскопии, ни в 20-м МРТ, ни в 30-м литре крови, ни в компьютерной томографии. Там нету ответов ни у невролога. Нету там ответов на ваше самочувствие. Ваше самочувствие – следствие огромного психологического напряжения. А оно вызвано какими-то чувствами, которые вы длительное время в себе закапываете. И я надеюсь, что с этого дня вы поймете, что такое ипохондрия. Это касается клиентов, это касается психотерапевтов-консультантов. Горе тому консультанту, кто будет пытаться сначала кардиофобию недельку полечить, потом ком в горле, потом канцерофобию. И вы знаете, про каждую фобию надо будет рассказать, так за 5-6 тысяч в час, а потом пойти по кругу. Какая заебись профессия, правда? Вообще идеально. А таких же людей много. И вот рассказать, продать вам всякие вебинары, блядь, хуинары, про то, что это не страшно, потому что это безопасно, это можно делать всю жизнь, и люди будут туда ходить. Но проблема-то основная не решается. Она не решится. И тут даже дело не в убеждении. А вот об этом чуть попозже.